Всем привет, дамы и господа! С вами, как всегда, Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Валка Бэйби. Это колясочка для двойни. Модель называется Slim Twin. Это колясочка, которая пополнила ряды колясочек для двойни у компании Валка Бэйби. Обычная версия тренд уже я обозревал. У меня на канале есть, а сейчас кому-то великовато по габаритам, для них есть вот такой вот интересный вариант Slim Twin, так называемый. И на самом деле здесь не только в размере отличия, есть и технические отличия. Как раз таки сегодня мы с вами об этом о всем и поговорим. Я вам покажу точные размеры. И начнем изучать сверху вниз ее. И первое же, что бросилось мне в глаза, в отличие от тренда Duo, это козырек здесь на одну секцию меньше. Там у нас 4 секции, то есть козырек еще дальше опускается. Здесь у нас 3 секции. Но при том, при всем, секции все равно большие. Вот. Это такое, что сходу бросилось мне в глаза. Но давайте не будем забегать вперед. Технические характеристики чуть-чуть вам назову. Ну, Австралия, кто не знал, Валка Бэйби Брэнт, гарантию дают они целый год. Вес с сиденьем, друзья, 11 килограмм для коляски, для двойни. Это очень легкая коляска. Поэтому вот ее затея, ее вот смысл создания весь был. Именно вот легкость, компактность. В то же время, что можно было двоих детей сразу катать. Так, наклон спинки здесь, кстати, 115-175 градусов. Вполне себе неплохой показатель. Вот. И до 4-5 лет можно возить детей. И ширина колесной базы, друзья, здесь 66 сантиметров. Для опять же, коляски для двоих детей это очень хороший показатель. Вот. Потому что стандартный размер это 62, 63, 60 сантиметров. А тут для двоих 66. Это вообще ни о чем. Вот в двух словах технические характеристики мы с вами изучили. Что касается тканей, друзья, здесь типичная такая типа джинсовки, что используется у тренд серии. Валка Бэйби использована. Ткань отличная. Вообще никогда к ней вопросов не было. Она даже очень слабо выгорает на наших южных регионах. Поэтому ткань здесь 5 из 5, друзья. Ткань отличная. Что касается козырьков, друзья, здесь есть у нас смотровые окошечки у обоих сидений. И также эти окошечки можно вот так вот завернуть и зафиксировать, чтобы у вас было, соответственно, в доступе окошечка всегда. Также страховочный ремешочек у нас есть в коляске пришит. И что мне, друзья, очень понравилось сразу в этой коляске. Я такой замороченный. Я очень ценю, когда классные ручки в колясках сделаны. Здесь супер крутая эко-кожа. Прям вот как на па, знаете, в автомобиле. Очень классная на ощупь эко-кожа. Толщина ручки, прострочка. Все прям вот прям очень качественно. Ноль претензий. Здесь мне все нравится. Единственное сразу хочу подметить. В версии тренд это эко-кожа в виде накладки, которая одевается и закрывается на замочек. Здесь же это все прошито, встроено, скажем так, штатно в ручку. И как бы это и плюс, и минус своего рода. Вы ее так сходу легко не купите новый и не поменяете. Но ощущение то, что вот здесь сейчас, мне кажется, оно того стоит. Можно в конце концов, если вы там еще детей потом катать будете, когда она может быть и заносится, перешить это все и все. А так вот будете кайфовать. Ручка прям огонь. Ручка не регулируется по высоте. Я сразу вам хочу сказать, я тут запасся рулеткой, чтобы вам говорить сразу все размеры не из книжки, а которые непосредственно рулеткой я намерю. Высота от пола ручки здесь, если посередину ручки я буду брать, это 103 сантиметра. Вполне себе хороший показатель для большинства людей. Высота ручки здесь будет актуальная. И высоким, и низким. У меня 186. Рост, поэтому вот проецируйте на себя, как вам будет. Смотрите сами. Вот в козырьке секция средняя. Она закрывается на замочек, если что. Имейте это в виду. Так, давайте по бамперу, сразу не отходя от кассы, скажу вам. Здесь есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. В этой модели есть вариант. Вот такой бампер, он не в комплекте. Вот такой бампер, который можно поставить или одному ребенку, или другому. Два таких бампера, судя по инструкции, у меня нет просто второго бампера сейчас в наличии померить. Я не могу, говорю, что в инструкции прочитал. Или один такой бампер можно поставить, или же один большой, который сразу для двух детей. Вот таким путем пошли в Slim-версии. В обычном же Duo Trend есть нормальных два полноценных бампера. Тоже в плетке из эко-кожи классной. В общем, там с этим, конечно, без компромисса все. А здесь на бампере используется та же классная эко-кожа, что на ручке. Поэтому ребенок тоже будет наслаждаться. Так, друзья, давайте дальше пойдем и посмотрим на сиденье. Давайте замерим с вами высоту спинки. Возьмем всю информацию не из книжки, а вживую. Потому что это, мне кажется, более актуально всегда. Так, сверху замерим. Высота спинки здесь 52 сантиметра. Ширина сиденья от края до края у нас 20... Ну, если я упрусь, 27 сантиметров. Если реально, 26 сантиметров. Глубина сиденья у нас здесь 25 с натяжкой, 24 с половиной. Если по шву берем, подножечка у нас 19 с половиной сантиметров. И теперь давайте мы опустим спинку полностью в лежачее положение. И замерим длину полностью. От края до края, чтобы у нас не было этих вопросов больше. Так, 95 сантиметров. По длине выше крыши. Вполне себе адекватный размер. По ширине, конечно, есть вопросы. Вы до трех лет, ну, я сомневаюсь, что вы не доездите. Потому что чуть-чуть тесновато будет. Все-таки три года, мне кажется, это прям максимум. Если ребенок неточный и без амбиций, как говорится. Здесь, ну, с натяжкой. Как по мне, я не утверждаю. Так, что касается задней стенки. У нас классическая ситуация с крышечкой на липучке. Также есть кармашки. Вот. Те самые, кстати, вот градусы, о которых я говорил. В ближайшем положении 175 градусов. 115. Вот вам наглядно ребенок непосредственно сидит. Что касается безопасности, про бамперы. Я вам уже рассказал, друзья. Но, если не о бамперах, то пятиточные ремни, мягкие накладочки. И на паховой зоне, и на плечевой присутствуют. Ну, естественно, подножечки здесь регулируемые. Все как у обычных трендов. Ступенька, все хорошо. Что касается шасси, друзья. Здесь у нас ситуация такая же, абсолютно, как у любого. У любой коляски, кроме Quad X. Валка Бэйби. Это полиуретановые колеса. Нет амортизации. Но это все сделано в угоду веса коляски. Вот. Поэтому колеса классические, стандартные. С этим все понятно. Регулируется все здесь с помощью ремешков. Я про спинку сейчас говорю. И давайте, раз уж внизу здесь нахожусь, посмотрим на багажник. Багажник, друзья, тут просто отличный, глубокий, здоровенный. Можно много чего накидать. Но двое детей, извините меня, вдвое больше иногда нужно что-то нести. Поэтому по багажнику тут все здорово. Классический для Валка Бэйби тормоз. Классный очень. Направо тормозим, налево снимаем с тормоза. Не пачкаем обувь, не корябаем. Все хорошо. Амортизации нету. Сразу вдруг кто забыл. Валка Бэйби этим не может похвастать. У них есть варианты иногда, не на всех моделях. Но можно купить надувные колеса отдельным комплектом. За полцены коляски почти. И, собственно, сделать коляску более мягкой и внедорожной. Вот такие дела. Передние колеса, естественно, с поворотом можно заблокировать. Само собой, куда без этого. В общем, все нормально. Классическая Валка Бэйби. Хороший, кстати, клиренс. Не будете шоркать о бордюре, когда будете заезжать на них. Даже с загруженным багажником. Сам просто видел, четко знаю. С этим все хорошо. Передние колеса можно заблокировать, чтобы они не поворачивались. Вот так вот это вроде делается. Опускаем. Да, вот так вот. И, собственно, блокируем. Так, друзья, в комплекте с коляской нету ничего, кроме коляски самой. И, собственно, все на этом. Отдельно все нужно будет докупать. И давайте ее сложим и посмотрим, что она из себя представляет в сложном виде. Чтобы ее сложить, все стандартно для Валка Бэйби. Оттягиваем рычажок сюда вправо и нажимаем кнопку. И складываем ее вперед. Вот так вот все это делается. Подтягиваем. И здесь еще у нас есть две ручки, за которые можно браться. Есть на плечо ремешок, за который тоже можно, собственно, на плече, соответственно, и носить. Ну и все. Ну и, естественно, ее можно поставить. Здесь с этим проблем нет. Так. И чтобы ее разложить, убираем сбоку фиксатор и раскрываем. Давайте для наглядности поставлю обычный дуо рядышком. И мы воочию сможем посмотреть различия в размерах. Разница очень ощутимая. Это прям намного меньше кажется, чем эта. Даже в этой версии не так много места для ребенка. Здесь же еще потеснее. Ну, кому нужна максимальная мобильность, это просто находка. Я вот поизучал рынок для погодок максимально маленьких колясок. Я меньше никого не нашел. Это, наверное, одна из самых маленьких в этой категории. Ну и, собственно, друзья, я все, что хотел рассказать. Я вам рассказал. Вопросы, если у вас какие-то есть, пишите в комментарии. Я на все отвечу. Вот. Ну, а покупать, естественно, в первой коляске, где же еще, ссылка внизу в описании. А я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для ваших карапузиков. И удачи на дорогах. Всем пока.